Сами понимаете, что мы сейчас поменяли местами с ВСУ, которое пыталось наступать летом, осенью 2023 года. Как пишет Святослав, который фил в засаде, я его процитил сейчас. То есть локальные тактические кризисы противника мы сейчас на самом деле создаем. Но продвижение по факту дается очень тяжело. Противник регулярно контратакует, причем достаточно жестко. На некоторых участках никаких особых подвижек вообще нет. Наши штурмовые группы просто разматывают на подходы. При этом наше локальное продвижение до сих пор никак не наполняется потенциалом серьезного развития успеха. Помимо активных контратакующих действий противника имеет место еще и фактор банального черпания ударных возможностей атакующих частей, ввиду чего приходится брать оперативные паузы. Такая ситуация, например, имела место на направлении Уманского и Снабродовки. Что показать, даже изначально грамотно организованные атаки обеспечивают те самые продвижения на одну или две посадки, но имеется в виду деревьев, но не получают дальнейшего развития ввиду ослабления огневого обеспечения, в результате чего после первых удачных рывков противник начинает активно выбивать нашу технику. Ну, естественно, с УПВД. Поэтому, ребята, давайте так. Не надо питать ложных иллюзий и надеяться на то, что в очередной раз возможно кое-как там проскочить на халяву, применяя в себе лишь одну часть из схемы воздушного, например, наступления из практики Запада. Реально сейчас, несмотря на все, так сказать, внешнеполитические благоприятные факторы, они действительно есть, надо проводить ту самую мобилизацию. Нет, мобилизация, напомню, это в последнюю очередь призыв новобранцев, призыв резервистов. В первую очередь это мобилизация государственного управления, создание жесткой системы в главе с главой государства, извините за тавтологию, в главе с президентом Российской Федерации. Это аналог государственного комитета обороны со всей полнотой власти в стране. Второе – это превращение экономики в, так сказать, военно-социалистический боевой лагерь. Такое было и в западных странах, и в Первой, и в Второй мировой войне. И только в третий момент – это набор и подготовка той самой армии развития успеха. Иначе нам и наступать будет нечем, мы сейчас просто-напросто, так сказать, потеряем, сточим, как нынче говорят, на фронте своей имеющейся силой, а развивать успех будет нечем, и нечем будет удерживать территории. У нашей власти сейчас очень непростой выбор. Я понимаю, как ей не хочется править мобилизацию, но, видимо, придется. В этом отношении в очередной раз прав Игорь Иванович Стрелков, он об этом говорил изначально. Власне, вітаємо в нашем антере Ігоря Романенка, генерал-лейтенанта, основника владельного фонда «Закриму. Небо. Украина», заступника начальника штаба Збройных сил Украины в шестом и десятом раках. Пане генерале, вітаємо вас. Вітаю вас. Власне, давайте зараз, яка ваша оцінка ситуации зараз на фронті? Бачимо, что есть сложная ситуация. В частности, в Майору и россияне продолжают протиснуть нашу оборону. Так, в конце минулого года они проводят стратегическую наступальну операцию. Они собрали ресурс и реализуют его. Но за этот год было достаточно много снижения нашими оборонцами Украины, их оборону техники, живой силы. Это частично сбило импульс. То есть, они не могут наступать на всему фронту, на сходе и на певне. Но на окремых направлениях они просуяются и совершают наступальные действия, потому что сосредили там свои резервы и пытаются их дальше пополниться. Это мается на увазе Лиманский, Бахмутский, Авдіївский, Рихьевский. Ну, с плацдармом на Херсонском направлении. Тобто, идут бои. Интенсивность ведения боевых действий в целом за добу более 70. А так, за эту добу бывали гирши стани 120 и 140. Но на всех, опять-таки, окремых направлениях, особенно на часовую игру, потому что поставлено завдание военно-политическое Путинам. То есть, он готовится до своей черговой инаугурации, поединения с святкуванием Дня Перемоги. Червона площадь готовится. Это все силы, которые должны обеспечить этот пропагандистский шоу путинское. И поэтому до этого должны быть результаты. И ставится завдание группирования військов, Збройных сил Российской Федерации, где сягнуть его. Но завдание силы обороны в нашей оборонной стратегической операции поламать эти планы врага. И главное, зупините просувание. Потрібно на это силы. По збройной технике, в основном, чему так, союзников, потому что наше предприятие военно-промислового комплекса задовольняют десь на 10%. Ци процедуги сближаются, потому что развитие, соответственно, но это нужно время, время, деньги и много чего другого. И поэтому збройные техники побольше от союзников. И в первую очередь, боеприпасы, ну, какие там контракты Чехии уже подписала Эстония, как бы включили эту справу, еще где кто-то, как у нас скажут, донатить ці проекти с боеприпасами из наших союзников. Но все, иди час, а это векно на півроку, которое американцы открыли для россиян. Они пытаются выкрости, как могла, более эффективно на свою пользу. И поэтому такий стан непростий. И я так думаю, что покращение цієї ситуации может быть десь с травня месяца, если мы встыгнули. То есть, завдание старин сейчас, кто быстрее не берет соответствующие ресурсы, организует боевые действия. Чи россияне наберут резервы для второго этапа наступа, на начале лета, как они плануют, или пропаганда сейчас намагается доводить, или мы соберем, я маю надею, что саме это происходит в первую очередь. Силы для того, чтобы зупинить просувание ворога и уничтожить какого-то большее. Для этого нам нужны, безусловно, засоби. Американцы радят нам не наносить удары по НПЗ. Остин уже какую-то позицию занял. Но мы можем сделать это, идти им на встречи, если они нададут атакам все, снимуть забороны на поставку Ф-16 и Гриппин. И вообще им нужно с утра до вечера, как они учат нас, когда мы их там дякуем, еще напомню, что силы, а именно наши топливные заводы по оружию, а также летаки на аэродромах, ну и дадутся сучасные ракетные пусковые установки. Это те силы, я бы их назвал, американо-британские, которые еще в 1943-1944 году визначились перед Нормандией высадкой, как главные для того, чтобы снищить потенциал люфтваффе немецкого, для того, чтобы провести эффективно свои операции. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.